Всем привет! Продолжаем наши покатушки по SendPatchGrade в режиме путешествия. Так, я бы хотел сказать следующее. Я игру тут немножко для себя освежу. Ну и для вас тоже получается. Звуки новые на каком. Ребята из-за группы ВКонтакте по Trendsium World 2 показали за сайт, где лежат моды. Вот накатил немножко окружение, таких как улучшенный дождь, улучшенное небо и звуки на локомотивы. То и эти прелесть. Вот я немножко поездил, мне понравилось. Думаю и вам понравится. Ну и все, в путь. Так, первая часть поездки на шахту в Шоу включает путь из Камберленд. до Сейлсбурри Джанкшн, а затем в обратном направлении до шахты Шоу. Так, ну поехали. Поехали. Так, пойду я сразу с плотки накручу. Выключаем тут все. Так, с тормозами тут должен быть порядок. Да, в кат-аут, в трейл, все нормально. Ну ладно. Хотел номера включить, но думаю, ладно, и так сойдет. День все-таки. Так, обогрев, огни, холодильник, холодильник. Вряд ли он тут будет перегреваться, но все равно это прикольно. Так, ну и тут вроде все. Видите? Вот тут, кстати, еще фишки себе накатил всякие. Вот это вот, вот это вот. модуль рации теперь мотороловский. Ну, типа у DWTL Games не было авторских прав на это все. А у модеров, видимо, есть. Так, настраиваем тормоза. Кат-аут, кат-ин, лид, сохраняем все. Так, что-то там у нас автомативное применить надо немножко. Можно прокачивать тормозы. Сейчас компрессор заработает. Далее какой-то звук. Надо тяги, наверное, накинуть, чтобы быстрее откачивало. Звуки двигателя тоже, само собой, немного отличаются, как вы могли заметить. По-моему, звучит очень хорошо. Так, но полностью накачиваться не будем. И так тронется. Конечно, в идеале надо, чтобы тут было 90. Ну да ладно. Как вам гудок? Э-э-э? По-моему, крутотень. Намного лучше, чем стандартный. И здесь четкие перестуки колес. Сейчас вот услышите. Кстати, вот это вот улучшенное небо. Это нестандартное. Блин, я стрелки забыл проверить. Ну, перестуки, как вы можете слушать, слышать вернее. Ну, просто роскошный. Сразу видно, ощущается вернее так, что локомотив приобрел вес. Тяжелый по рельсам гупает. Круто. Тяжелый по рельсам гупает. Э-э. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а что нам там надо следовать, следовать... По стрелкам все, чики-пики... Так, я подразогнался... Вот так... Абсолютно пустые вагоны... Чисто паражный отгон... По тормозам, кстати... До сих пор жопа не откачалась как надо... Так, следующее задание... Переход какой-то там... Проверить стрелки надо... Нормально... 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 Так, а что у нас длина поезда? 931 ярд... Ну, будем ждать... 3000 футов, да? Надо... Попробовать повозиться с этой штукой... Которые... Дистанцию... Мерить... Так... Обнулить... Надо читать... 3000... Чивая... Чёт я уже забыл как это делается... Ой... Какой? Не надо песок... А-а-а... Во! Глядь, ничего себе... Приколдес... Так... Фу, так сколько я сказал? 3000... Всё... Сейв прессов... Так получается... Не тьми... Скорость не приглашаем... Нормально всё... Блин... Интересно что девки пляшут... каунт а на но это считать типа с нуля или нет с пресс это считать вот пресец мексик все вот пошла жара подожди ничего не понял почему 9000 что-то я не так делаю distance stop distance setup modify preset может надо ярды вводить 0 0 900 save preset а он так и exit во 3000 до перевел посмотрим что нам это даст так тяги навалить чуть это прикольно это я одобряю если не придется каждый раз водить эти 900 ярдов вообще будет круто так по ходу подъем начался давай на третью так жопа практически откачалась наконец-то сколько то ограничение 15 угодок прикольный так выходной светофор выходной светофор закрыт что странно ведь мы пропустили контейнеровоз неужели еще кто-то едет или сейчас мой маркер проедем и сразу все откроется чудным образом локомотивным остановлюсь ну открылась как я и говорил главный вход вау мой косяк я забыл что здесь подъем так стрелки стрелки автоматически так дистанц стоп сейчас будем проверять на практике да работает отлично вообще то есть маркер запоминать читать маркер господи шо я несу счетчик запоминает что мы вводили 900 ярдов он их автоматически перевел в футы теперь надо только кнопочку старт нажимать для отчета вот например что у нас тут по интерфейсу 200 ярдов до ограничения 25 сейчас попробуем это на практике заюзать это все ну я как бы поясню если что это все я делаю для того чтобы отучиться играть с интерфейсом я его и так вырубаю временами но хотелось бы вообще отказаться тем более с такими звуками погружение должно быть вообще вау так вот сейчас мы доедем до а почему сейчас тоже сейчас стрелки начнутся в общем после того как локомотив проедет этот маркер я активирую счетчик сейчас я только полностью 9 932 округлим так надо следить чтоб я не это так 932 я сказал так сколько я сказал там я буду делать 932 так сколько я сказал там я буду делать 932 932 все по идее 932 ярда сейчас посмотрим какая вот она ограничение я сейчас проеду и дам счетчик все я даю счетчик и пошли считаться футы и прикольно все фунты отсчитаются дадим 25 мистов ля 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 так не разменяемся больше пятна штатака еще еще пол состава за ограничением блин все таки счетчик это офигенно лакомотив нам немножко придавил сейчас вот хвост проедет дадим 25 и будем ждать следующее ограничение так можно отдать позицию так вот все то есть и все отлично мы выехали за ограничение можно давать до 25 разгон можно даже в этом убедиться да хвост проследовал и выходной и ограничитель все проследовал теперь ждем ограничение 35 ой оно не скоро так как но я закрою в новом обновлении 426 эту фигню должны пофиксить прорисовка теней будет намного дальше соответственно игра будет смотреться посимпатичнее чем вот это вот все но увы и ах на пока обновление переносили аж до 19 июля если не ошибаюсь ой 19 августа так что придется ждать а а а а а а а а а блин конечно малость бесит на этих звуках нет реверберации такой не ощущается что конечно гудок в открытом воздухе свистит гудит но тем не менее я считаю все равно намного круче выполнен чем стандартный так у нас тут что спуск нет вроде пока не разгоняемся но коллега так что это у нас 35 отлично и так ведь пошел маслать так треть состава проехала надо пару позиций дать что-то подъем походу наверно три дожидать и 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 на и и и и и и и и и Всё, едем, 35 ограничений. Я же прав? Да, я прав. Кайф. Сколько ещё ехать, я наглянул. 10 миль. Ещё и круглями. Видимо, эта шахта далековатая. Так, пока в единичку. На линзы светофоров тоже, кстати, ставил мод, но я не вдуклю, что он делает. По-моему, и раньше было такое, лёгкое глоу, так сказать. Но это не точно. Стуки, скрипы в кабине, всё это так прикольно. Одно непонятно, почему этого нет в стоке в самой игре. Почему для этого надо качать аддоны. Так. Ну, довольно шустренько идём. Так. Так. Это мы на шахту под погрузку, я так понимаю. Так, ограничения. Что там? 50. Ой, это вообще сказка. Погнали. Сейчас можно будет тапок в пол дать, как только хвост проследует ограничители. И так подхаживать. movie. сколько-то 1,2,1. Всё. Рисоэппали. Суэппали, и со временем о Individual Сorbун, Осталось чуть-чуть. Так, ну всё, тапок в пол. Субтитры подогнал «Симон» Это что, свист ветра в кабине, что ли? Чё свистит-то? Пятьдесят. Субтитры подогнал «Симон» Круто тень! Я доволен. Так, ну... Чё, поехали, наверное, до шахты. Это я ускорю, чтобы не затягивать. Помолчим сначала. Чтобы, может, кому звуки нравятся. Посмотрим, короче. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, мы подъезжаем к шахтам, наконец-то. Ну как подъезжаем? Ещё 5 миль шуровать. Как минимум. Вот тут почему-то загорелся красный. Интересно, интересно. Кого-то надо пропустить, я так понимаю. Ой, блин. И вот это из-за него я остановился на подъёме. Тут, наверное, в этом задании большая часть поездки попадёт под нож, так сказать. Ну, потому что порожняк гнать с плоткой из двух локомотивов, общая мощность которой почти 9 тысяч лошадей, ну, такое себе. Я почти всю трассу проехал, весь маршрут, вернее, проехал на 4-й позиции. Пятый подрубал, ну, очень редко вообще. Поэтому тут нечего не обсудить, не смотреть. Так, локомотивный даём. Отпускаем. Так, сейчас тяга поднаберётся. Начну отпускать локомотивный. Это брейк-цилиндер, это тормозный цилиндр. О, я его и отпускаю. И, по идее, мы никуда не должны пока... Мало отдал позиции, походу. Стой, ямбо. Давай четвёртую позицию попробуем. Во! Теперь можно отпускать. Сильно крутой подъём был. Поэтому стартану здесь четвёртой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, пока мы едем на шахту, сколько тут осталось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, столько, в принципе, и было. Ой! По стрелке пошёл. Зараза. За моду могу рассказать немножко. В общем, я накатил моды на AC-44, на GP-38, на SD-40, на C-40 Dash-8, который делал сишный американский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. Всё опробовал. Прикольно. И движки звучат прикольно. Ну, гудок тоже, конечно, намного лучше. Ясль пень. Потому что что угодно лучше дефолта. Вот так вот. Ну, и посмотрим, как оно будет, когда будут миссии. Ну, на этих... На этой технике, которую я только что перечислил. Ну, я думаю, будет интересно. Как минимум, свежо, так сказать. Меня просто уже надоело в край, что абсолютно все локомотивы, на Sandpatch-Grade и на остальных американских машинках. Имеют абсолютно одинаковое звучание. Ну, кроме C-40 Dash-8. Он немного отличался. У него там дизель немного дророй. Поэтому где-то они немножко постарались, и звук всё-таки изменили. Но в целом звук очень похож. Практически одинаковые. Мне это уже надоело практически за рот игры. Я очень рад, что ребята так сказали за моду. Теперь можно будет разбавить поездочки. Вот даже на этом AC-44-00, на котором я сейчас, у него изменён звук двигателя. Звуки в кабине, вы помните, в начале поездки я показывал. Перестуки на стрелочных переводах. Переводов. Это всё изменено. И это прикольно на самом деле. Так, у нас пока пятнашка ограничитель. Там сколько ещё? Ещё полсостава. До тридцатки. Тридцать, тридцать. Надеюсь, с приходом 4.26 вот эта фигня исчезнет. Потому что здесь должна быть тень. Вообще-то. Не знаю, конечно, на данный момент есть возможность ознакомиться с 4.26, но я не хочу. Подожду уже официального релиза в Steam. 4.26 сейчас тоже, конечно, официально. Раздача в Epic Games Store. Но, тем не менее, есть опасения, что там что-то типа бета-тестер. Типа, пускай люди из Epic потестят, а в Steam мы выкатим нормальную, исправленную версию. Но это лишь мои догадки нужны. В любом случае, качать никакого желания нет. Ну, а большие надежды на этот патч. Смотрел официальный стрим разработчиков. Не так давно. В четверг прошлый. И там, блин, реально прикольно. За дальность прорисовки теней прям вообще лайк. Маршруты стали походить на маршруты. Так, у нас закончился таймер, можно разгоняться до 30. Ой. А, ну да. И в целом, маршруты стали из-за этого более красивее, потому что тени они прорисовываются больше в 50 метрах от локомотива, а дальше все. Галя. Они прям по всему маршруту, чуть ли не по всему маршруту там прорисованы. Вот эти светотеневые рисунки, они довольно красиво выглядят. Ох, кайф. Обалденный сигнал. Айф. И если еще получится, я видел на том сайте с модами, название уже забыл, так что, Train Sim Community, Train Driver Sim Community, не помню. Есть патч на свежий Крейн Крик, который убирает все эти баги, от которых я пригорал. шум-машины, если быть конкретным. Как будто, блин, локомотив по автостраде едет. Тоже можно будет накатить, попасть. На Cleanfield установил уже на SD40 и на F7. Обновил звуки, еще обновил сам маршрут. Там был патч на маршрут, который, типа, X-Turk более по уму располагают. Ну, в общем, прокачал я немножко это. Что бы было и мне интереснее играть и снимать, и вы не скучали. Так, что там по миссии? 4,5 миль. ГОС. 4,5 миль. Обалдеть надо. Так, новое ограничение, что ли? А я пропукал. Так, локомотивным придавим. 35, 35, да. Вот это был прикольный звук. Я же говорю, блин, звуки на высоте стали у локомотива. Что движок, что внутри кабины, компрессора, всякие стуки, скрипы. Мне прям нравится. А вот что мне понравилось, что когда у Дэви Тейла спрашивали на стриме, мол, сколько мы будем это терпеть, сделайте вменяемые звуки. А он сказал, у нас нет возможности к источникам звука. Если вы идти поможете нарешать нам звуки в локомотивах американских, мы будем вам благодарны. Такое чувство, что они угорают. То есть модеры, пользователи, смогли сделать вменяемые звуки. Ну, зайди ты, если ты такой весь разработчик, на этот сайт с модами, скачай эти звуки, адаптируй, сделай там эффект какого-нибудь эха, чтобы по-реалистичному звучало. Ну, у разработчиков же, по идее, возможностей больше, чем у рядовых пользователей. Поэтому и звуки, я думаю, будут лучше, чем простые моды. А они задним врубили и все. У нас нет возможности туда-сюда. Если что, кидайте звуки нам на почту, мы с вами поговорим, разберемся, сделаем. На дешевую отмазку похоже вообще-то. Так, это не мне красным? Нет, это не мне красным. А, я вообще, да, за глушение, не по той полосе еду. А, это вообще не светофор, это походу блики были от знака или от машины. Ладно. А так я уверен, что звуки от разработчиков, вот эти же самые, которые у меня сейчас стоят. Они бы звучали еще круче. Эх, лентяй. Деньги берут и ничего не будут. Ай-яй-яй. Уже некоторые игры, кстати, переходят на Unreal 5.25, по-моему, если не ошибаюсь. Дэвитые уже только созрело, чтобы в середине августа перейти на Unreal 4.26. Ну, чё это такое? Ну, нафиг это 4.20 шашины. Нельзя как-то обойти и сразу на 5.25 поменять. Ой, не знаю, как-то прихарает от этих разработчиков. по-железяках. Я ее помню. Значит, мы скоро будем на месте. в следующем. Вот. Значит, вот... в следующем... то... Притормозим немного. Тут я, пожалуй, с интерфейсом проедусь. Так, а там еще что-нибудь будет? Нет. И так долго едем. 14.45 выехали. 16.26. Так, притормозим. Ну, проехал, кстати, вроде аккуратно, если начать превышение парочку. Так, в принципе, нормально. Идеально не получилось. Но за то, что понравилось, что научился наконец-то пользоваться этим счетчиком, который дистанцию мерит. Реально удобно, реально прикольно. Кнопочку нажал, он тебе дрыг, длину поезда отсчитал. Все хорошо. И без интерфейса ездить понравилось. Это, конечно, прикольно. Сложно, потому что я не особо шарю в американской сигнализации. А у них там три светофора на одной палке, и ты поймешь, красный сверху, красный снизу, посредине зеленый. Я думаю, что это значит? Это соображать надо. А я не соображаю. Так бы вообще было бы четко. Я бы тогда вообще интерфейс не включал. Потому что я его включал, чтобы посмотреть сигнал светофора. Если ограничение скорости, еще можно по табличкам как-то списывать. И то не особо понятно. Но вот табличка, допустим, здесь на 25. Как я успею затормозить так резко? Не экстренно ожидавать. Понятно, что это все условности. Если там в реале, то скорее всего у машиниста или лист путевой, или диспетчер поясняет, на каком пикете что делать. А мне получается без монитора никак. Ну он в принципе гибко настраивается. Может со временем я отключу отсюда светофоры, например. Ограничение оставлю. Разобраться надо. Блин, ну вот эту вот шляпу я очень жду, что ее уберут. Ведь это ж не от меня. Зависит оно-ка. Если я поставлю высокие. Да не, ну один хрен, наверное, рисуется текстура и это раздражает. Вот. Ой, текстура тени. Так, это ж мне там остановиться надо будет. Надо этот момент не упустить. Что там по воздуху нормально вольта применится. Кстати, ну да, солярка по-моему потратилась. Так, надо немного притормозить. Сейчас я отпущу локомотивный. И дам начальную. Вот она стрелка на шахту, по-моему. Если я ничего не путаю. Да. Пишешь на шахту. Ну да, там сейчас еще впереди должна быть конструкция. Не металлическая. Так, ну пока фулл сервис давать не буду. Тормозит и тормозит. Перестормозит и ладненько. Мне тут осталось по сути секцию отцепить. Или может даже отцеплять не придется. Позду назад просто поедем 900. Так, хорош. Да, 20. Я сейчас пропущу все на свете. Все, до 10 скинулись. Все, до 10 скинулись. Вот обратно будет задание цель. Походу потненькая. Много вагонов, все будут гружены. Должно быть круто. Вот компрессор одно работает. Ну да, уходит воздух потихоньку. Ну еще компрессор нагнетает нормально. Ну давай уже подкатывайся. Боже мой. Все равно сейчас походу задом сдавать. Ух ты, ё-моё. Ну да, жопой катится. Ну хоть стрелки автоматические. Ну да, жопой катится. Так, и потихонечку отпускать сейчас будем. Потихонечку. Все. Блин, 3 мили задом ехает, конечно. Немного пугает, как по мне. Интересно, в реале такое практикуется. Там, наверное, по-любому человеку телепаться на последнем вагоне на лестнице. Иначе это как-то вообще не прикольно. В смысле? Три-ты. Мне что сюда? На 15 милях ехать? Ну, это слишком медленный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, наконец-то мы добрались Ну да По идее мы добрались Может даже с этого бункера насы грузить будут Так, ну как я в принципе и говорил В этой серии Наверное, многое пойдет под нож Ну то, что реально, типа, ну что Порожня тебе следы А у следующего будет, наверное, прикольное Еще и закат Может вечером прокатимся Еще бы хотелось бы, чтобы погода поменялась Солнце надоело ездить Дождик бы пошел хотя бы, что ли Вот они, наши красавцы едут Так, ну посмотрим Непонятно, мне кабиной эту достать надо, что ли Может там еще одна эстакада А я не в пусте Нет, значит достаточно просто хвостом остановиться Ну, значит на этом будем заканчивать Ого, так далеко, что даже прогрузка была Спасибо, что смотрели Надеюсь, вам понравились И видео, и звуки И все такое Подписывайтесь, комментируйте Ставьте лайки, туда-сюда Ну, все как обычно, вы знаете, я думаю И увидимся в следующей серии Во второй части этого задания Пока Продолжение следует...